Представьте, что внутри куча энергии сжигается в какой-то печи. То есть огромное количество энергии. Почему люди не движутся? Потому что они куда-то сжигают эту энергию. Вы когда-нибудь разговаривали с человеком, который вот, ну скажем так, переживает? У него же там внутри целое пекло происходит. Ад персональный. То есть он постоянно перебирает всякие варианты. Он думает, 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 думает. И в этом смысле это, ну как бы, другой должен быть разговор по отношению к этому человеку, чем к тому человеку, кто в принципе уже действует. И весь дисконнект между людьми возникает тогда, когда человек, который находится где-то здесь, который уже действует, у которого есть менеджмент, команда, система, люди, продукты, сотрудники, которые в выручке миллион, говорит этому чуваку, действуй, что ты сидишь. Легко ему сказать. Но это не так. И по соцсетям, и в ютубе мы обнаруживаем огромное количество людей, которые тленят. Ну, например, если почитать комментарии, то от этого можно получить большое насладение, большой исследовательский эксперимент вообще, как себя люди ведут, как себя люди проявляют. Это ведь простая штука, это агрессия как раз. Агрессия бывает разных видов. Низшая агрессия – это чувство вины по отношению к самому себе. Когда тебе плохо, когда ты чувствуешь, что ты плохой, где-то в глубине себя. И именно это чувство не позволяет нам быть достойными нового результата. То есть мы себе сами запрещаем. Намного лучше – это уже шаг выше, когда ты обвиняешь других, но близких людей себе. Родителей там, например. Это более продвинутая стадия, на самом деле, чтобы вы понимали. То есть это более продвинутая стадия относительно саморазрушения. То есть когда ты разрушаешь теперь агрессию, ты ищешь причину вовне. И через эту причину вовне ты как бы немножко освобождаешься от себя. Ты говоришь, ну я не виноват, вот они виноваты. И как-то становится легче на миг. А вы не задумывались, откуда столько желчи в интернете? Ну просто, ну очень много. Я же делаю сейчас марафон, называется «50 дней подтягиваний». Кто-нибудь видел? Нет? Да? Кто-то? Да, спасибо. Можете похлопать, это не запрещается, да. Я столько о себе нового узнал. Из полотен комментариев, как люди комментируют, вот очень. Там были такие сообщения, типа… Мразь, подогни там. Зачем ты подтягиваешься? Ты нечисто подтягиваешься? Как тебе не стыдно, урод? Сгни. Парень просто подтягивается, боже мой. Он просто хочет подтянуться, как бы. Посмотри, что будет, если 50 дней подтягиваются. Что может быть безобиднее, чем подтягиваться 50 дней? Я понял. Вот марафон «50 дней дарить женщинам цветы», например. Там будет, да, тоже ужас. Еще безобиднее. Да, или… Ну все равно там будет мразь, что за говно ты подарил своей матери. 50 дней уборки улицы, там то же самое начнется. Ну и сначала, конечно, ты расстраиваешься по этому поводу, а потом ты понимаешь, что на самом деле тем самым мы выживаем как общество. То есть это предохранитель. Вот эта агрессия, это злоба, желчь, скепсис, вот эта вот вся чернуха изнутри, которая лезет прямо в комментах. Ну посмотрите, любой YouTube, Instagram, возьмите любой знаменитости, кого-то угодно. Просто почитайте ленту. Плотность желчи на здравой комменте. Ну просто вот. Зачем это нужно? Зачем люди пишут это? Зачем они угрозы жизни делают в комментах? Зачем? Легче становится в этот момент. Иначе они умрут. Да, чтобы выжить в этот момент. То есть все настолько плохо в их текущей реальности, что в этот момент это впрыск эндорфина просто, некого счастья, чувство временного превосходства над кем-то через комментарий и чувство беззащитности, потому что ты анонимус. Потому что тебе не могут ответить. А когда тебя еще поддерживают другие уважаемые люди в комментах, то вы как бы вместе банда. И мы один раз с Петей выходили из кинотеатра. Мы смотрели великого Гэтсби. Кому понравился фильм вообще? Ну вот, нифига себе. Что делать другие интересно? Ну я не знаю, я просто восхищен был фильмом на самом деле. С точки зрения, всех точек зрения на самом деле. Там декорации, костюмы, музыка. Такая музыка. Ну это же круто. Ну что, стыдно сказать, крутой фильм? Но как устроены мы? Мы выходим и идут хипстеры. Ну заходят они, подростки хипстеры, они заходят в лифт и такие, ну конечно, меня разочаровали. Не, ну Лана Дел Рай вообще не в чему была. Лана Дел Рай, да. Но я не понимал, что тут в кассу. Но, признаться, я немного разочарован. И Декабрь такой, твою мать. Да, и в этот момент он, наверное, всплакнул и сказал, блин, как же жалко, что я трех хипстеров разочаровал. Ну просто... А после фильма «Легенда 17», я помню, мне их ударить хотелось. Ну то есть вот я был на грани физического, на грани агрессии, но как бы преодолел себя. Не, не то, что им фильм не понравился. У каждого есть, может, свое мнение. Нам тоже не все фильмы нравятся. Но дело не в этом. Дело в том... А раннее творчество Шварценеггера, «Команда», например, «Командос». «Менты 3», да, книги писать. Ну ладно. Дело в мотивации. Зачем? Идет выражение скепсиса. И сначала ты не понимаешь, осуждаешь этих людей, потом ты понимаешь, что действительно, если ты живешь в тотальной безнадеге вокруг, и все происходящее пытается тебя унизить, как бы, особенно по контрасту с другими. А Инстаграм же это вообще адская машина. У вас есть Инстаграм? Вы все настолько успешны там. Не знаю, успех просто сочится со всех щелей там. Ну реально, вы... Ладно, ладно. В Инстаграме мы бешено успешны. То есть все успешны в Инстаграме. И отдыхают постоянно, да. Почему не так много фоток? Это мой живот, типа. Смотрите, как классно выглядит складка. То есть там такого не очень много. Полетели, голубика, цветочки там. Какой-нибудь, кто-нибудь выгнулся там. Такие позы. Фотки из бизнес-класса, как правило, только. Вы заметили? И что получается? И что получается? Человек, который не имеет вот этой жизни в Инстаграме, смотрит Инстаграм, смотрит телек, смотрит фильмы, смотрит за тем, как... Ну как бы не то, что развиваются другие. В его категориях они не развиваются, они просто уроды. И как бы... И как ему жить? Как жить при таком психическом напряжении, внутреннем, бешеном напряжении? Потому что признать их означало бы что? Отменить себя. Это бы означало признаться в собственной ничтожности. Как быть? Как спастись? Клапан нужен, правильно? Нужно дернуть за нитку. Нужен клапан. Нужно эту энергию куда-то деть. Эта энергия девается либо в чувстве вины, либо в агрессии. Но есть... Теперь, если мы не хотим проявлять по отношению к маме, папе и близким, то есть еще один уровень страх. Это вообще классно. Это когда мы других обвиняем. Ну как бы в целом мы нормальные, наша семья там и так далее. А вот они, они уроды. Ну, например, давайте перечислим. Ну кто? Ну Москва, ну Собянин, конечно. Ну вообще не впечатляет, правильно? Ну как так можно? Я, кстати, на велике езжу, мне очень нравится. Я недавно вот на этой неделе перестал ездить на машине, езжу везде на велосипеде. Офигительно удобно оказывается. То есть я никогда не думал, что Москва удобна для великов. Вообще классный город. Очень зеленый среди всех европейских городов. Ну ладно, давайте перечислим, кто еще у нас. Ну ладно, мы понимаем, что мы люди продвинутые, мы понимаем, что менталитет говно просто, правильно? Мы как бы продвинутые. Мы понимаем, что там правильный менталитет. А мы здесь и менталитет… Классно, да? Вдумайтесь, идея обвинять менталитет. Вообще вот уровень продуктивности этой идеи, насколько это высоко. Ну ладно, если идти дальше, то как бы в принципе можно обвинять менталитет продвинутые. Как бы менее продвинутые обвиняют других, что вот другие страны плохие и так далее. И жизнь становится легче и веселее. То есть это же тоже клапан, в рамках которого мы как бы хорошие, а они плохие. И получается, если есть индикаторы агрессии внутри, то есть если вы… Это правда очень сложно будет меня сейчас услышать, потому что если вы реально агрессивен, вопрос, почему вы тогда здесь, ну, скорее всего, вас там здесь бы и не было. Но даже если вы здесь, есть такие у нас люди, которые как бы котята плакали, но ели кактус. Все смотрят внимательно очень, все выпуски, но… Дроне довольны. Субтитры сделал DimaTorzok